показываю вам сейчас чуть-чуть и вот показываю вам еще друзья это вот бесплатная еда для бедных вот приносят просроченный хлеб какие-то тут может быть фрукты какие-то не иногда немножко бывает овощей но это все уже а вот в основном хлеб приносит такой здесь даже какой-то это все вот то что уже в магазинах срок годности теряется это вот церковь здесь вот видите то что я вам ход показала это вот это вот наша церковь в райде друзья и вот я когда пришла это люди тут что они сидели это вот это вот церковь в райде которую еще раз говорю она видна с пригорка моего я немножко начала показывать так знаете спонтанно потому что эта церковь сейчас она не работает как церковь как комьюнити центр то есть это общественный центр для бедных и малоимущих людей вот при вот такие вот видите если на картинках вот это что я вам самом начале показала это устраиваются благотворительные беды для бедных ланч так скажем вот как вы понимаете я туда зайти конечно с камерой не могу потому что это все очень даже не любят они афишировать вот такие дела ну вот я все что смогу вам сейчас покажу а потом вам объясню девушка видите девушка играет это я зашла в центр в этот внутрь это вот сегодня у нас вот они здесь кормят стараюсь показывать потихоньку вот в этой церкви вот такая вот кафе для бедных и там какие-то стоят кастрюли горячий суп люди приходят и едят когда я спросила у девушки как здесь много людей или бывает она сказала очень бизи занята очень много бывает людей вот сейчас только только начало стали только подходить люди бесплатный обед это вот у них алтарь в этой церкви теперь выглядит вот так друзья и это еще раз подтверждает то что я вам уже говорила верят ли в бога англичане вот в алтаре вот такая вот у них комната отдыха пожалуйста я выхожу из этой церкви потому что показать вам эти столы с одной огромной кастрюлей супа я просто не смогла ну вот я вышла из церкви я показала вам в общем то наверное часть ну вы персоставили представление из того что я хотела показать извините ветер наверное будет шуметь в микрофон но ничего поделать не могу сегодня очень ветрено сегодня у нас турник 15 ой нет 16 апреля друзья вот посмотрите вот на эту вот прекрасную машину кабриолет называется триумф сколько лет этому кабриолету обратите внимание это вот опять говорит о том да какой до какого уровня люди некоторые англичане вот они дошли своей нищете вот этот кабриолет триумф я вам даже снимала в своем прошлом видео посмеялась над этим от сейчас когда я увидела здесь в этой церкви что человек приехал на бесплатный обед и вот когда я пришла сюда только что ну наверное минут 15 назад здесь было очень много людей вот они ведь и вот этот вот обед когда начнется бесплатный очень много среди них вот одного негра увидела хотя конечно как я говорила но большинство людей обычные британцы друзья я вы знаете уже не первый раз сюда прихожу я имею ввиду что я не первый не впервые увидела эту церковь но я заходила туда просто внутрь вот сюда с этой стороны это видите вот он как бы вход со двора называется вот я заходила в центральный вход я видела что здесь из церкви сделали какой-то склад типа кафе но со своим плохим английским понимаете я ничего не спросила я и не поняла что это происходит и вот только лишь когда я недавно буквально три дня назад я стала смотреть здесь вокруг увидела вот эти столики решила что за кафе тут я зашла дальше и вот когда я увидела вот этот хлеб друзья и я увидела надпись что это free food то есть бесплатная еда и это вот сегодня его привезли побольше еще раз сейчас вам покажу вот видите сегодня его побольше привезли а вчера здесь были какие-то вообще остатки сегодня даже видите вот и здесь тоже хлеб но это вот люди подбежали покупать братья сказали что можете только по одной булке взять поэтому даже здесь видите лимит лимит кошмар какой знаете я вот настолько была потрясена вот этим всем я еще по моему даже вчера или когда тут когда увидела подумала может быть взять эти булки я ведь и лебедей кормлю вы знаете думаю вы слушаете а здесь бесплатно и чего бы не взять по идее почему бы не взять покормить лебедей но потом подумала а вдруг людям не хватит вы знаете и вот как бы брать не стала так вот друзья я хочу вам сказать для тех кто считает что в англии жизнь прекрасна и что все тут такие богатенькие замечательные вот я вот здесь вот села вы знаете я конечно наизусть то не помню никаких цифр поэтому я вот выписала вам вчера все что смогла найти вот по бедности в англии вот именно по вот этому вот сюжету я вам сейчас вот это вот зачитаю я здесь прямо возле церкви села и вам сейчас это все прочту ну вот что я нашла друзья бедности в британии об уровне жизни в британии вот смотрите 33 процента всех британских семей живут ниже черты бедности сразу я говорю медленно чтобы поняли что это такое то есть с восьмидесятых годов экономика британии увеличилась в два раза а за этот же период количество британцев чей уровень жизни ниже черты бедности увеличился больше чем два раза значит это получается если в процентном отношении то в начале восьмидесятых здесь было всего 14 процентов бедных а сейчас 33 процента бедных то есть бедные это ниже черты бедности как я сказала то есть этот показатель вот за 30 лет возрос 140 раз и это несмотря на то что здесь конечно как и во всех многих странах самые богатые слои проживающих здесь британии слои населения они все богатеют и богатеют у их у доход увеличивается с каждым годом а количество безработных тоже увеличивается с каждым годом так смотрим дальше 30 процентов из всех работающих женщин зарабатывают меньше прожиточного минимума 30 процентов друзья вот можете себе представить каждый пятый работающий зарабатывает ниже прожиточного минимума то есть это у них вот минимальная зарплата сейчас она установлена 7 фунтов 20 в час как я уже говорила вам когда-то рассказывала я вам скину ссылочку в описании можете посмотреть что здесь какая здесь уловка вот от правительства по великобритании в том что они прожиточный минимум уставлю устанавливают вот 720 в час и это как бы кажется что вполне нормально и если человек на самом деле устраивается на работу если он пол и 8 часов в день он работает как получается что он имеет 15 16 тысяч фунтов в год и это в общем то очень даже и неплохо и никогда бы он ниже прожиточного минимума не упал но как я сказала что все они очень хитрые здесь вот этот капитализм британский он по моему всех переплюнул в этом плане то есть сейчас вот это вот парт-тайм то есть частичная занятость она почти везде то есть вам предложат работу но во первых с вами не заключат контракт как я сказала во вторых вам предложат работу всего лишь навсего на 10-15 часов в неделю слышите да вот и получается что ни о каком в общем-то уровне достойном жизни даже если человек работает тут говорить не приходится то есть это получается что бедность то у них в основном понимаете получается при среди работающего населения даже не говоря уже безработных и тут опять они идут на всяческие всякого вида уловки друзья вот как-то знаете не дают даже по исследованиям своим которые они конечно здесь постоянно проводят они не дают вот полных данных они дают данные допустим по количеству детей бедных вот они не говорят о количестве всех бедных семей они говорят а только по количестве семей с детьми ну и даже вот если я вам скажу вот их вот эту вот такую статистику которую которая дается в общем-то в открытых источниках я не думаю что вы ее знаете поэтому я вам ее прочту вот смотрите полтора миллиона детей в великобритании живут в неотапливаемых помещениях зимой то есть вот у людей не хватает денег для того чтобы отапливать помещение вот они говорят не о всех семьях они снизили эту цифру только как пришлось им говорить только о тех семьях у которых есть дети и тем не менее вот видите полтора миллиона таких семей которые живут в неотапливаемых помещениях зимой дальше два с половиной миллиона детей живут в сырых домах которые невозможны для проживания полмиллиона детей великобритании друзья голодают вот написано голодают то есть представляете не надо в африку ездить и вот это вот вот этот уровень жизни снизился у британцев он снизился не не так сильно вот за последние 30 лет как говорится но от нас 140 процентов то что вам сказала он снизился катастрофически быстро и сильно вот именно 2010 по 2016 год это период правления дэвида камерона как вы знаете вот который когда пришел в 2010 году вот мне я приехала сюда в 2010 году и мне вот как раз попала на мою здесь жизнь правление дэвида камерона вот и когда он только пришел он стал очень усугублять то есть это называется такая политика жесткой экономии он решил ее вводить в британии он сказал что слишком много платится всяких пособий и значит сказал так что мы лентяем и бездельников платить не будем пособия и и стал снижать все пособия тогда я помню даже были волнения в 2010 2011 году когда он снизил пособия на детей семьях которые имеют детей он снизил эти пособия очень чуть ли не в два раза урезал и были волнения но эти волнения ни к чему не привели вот значит разрыв как я сказала уже здесь между богатыми и бедными увеличивается с каждым годом также значит вот они по по исследованиям такое сказали что 2020 году безработных и бедных будет на 5 миллионов больше чем вот было сейчас идем дальше друзья не знаю отвлеклась потому что сидела вам там снимала вышла женщина которая работает здесь вот в этом центре но я не пришлось уйти потому что как вы понимаете конечно снимать на камеру такие вещи они конечно не хотят ну то есть вот эта политика жесткой экономии которую проводила правительство дэвида камерона последние с 2010 по 2016 год последние шесть лет она вот привела вот таким катастрофическим последствиям друзья это вот так вот здесь мусор собирают сегодня у нас день уборки мусора я вам показываю очень много всего интересного что я узнала что Англия у нас самая худшая из европейских стран вот как раз по сбору мусора и по его переработке ну и возвращаясь к нашей неутешительной статистике уровня жизни британских граждан значит вот так как вот так вот люди очень плохо живут так как такие у них очень низкие заработки работу найти невозможно это тоже вот я говорю правительство британское оно старается показать это так что вот люди обращаются за пособиями потому что они лентяи и бездельники и вот это вот вы знаете со всех каналов bbc вот такое вот утверждение но особенно вот в при дэвиде камероне она просто лилось из всех как говорится каналов что люди бездельники что это вообще невыносимо вот так вот они сидят на шее государства но как оказалось что это в общем то опять же вот такая вот возможность исказить ситуацию потому что ситуация на самом деле такая что значит вот уровень безработицы 50 процентов и это не потому что люди бездельники и лентяи как хочет представить это государство британское а именно потому что работы нет и вот в частности вот остров айла уайт здесь тем что он вот такой вот находится на оторванная земля так скажем да и нет никакого сообщения кроме вот этих дорогущих паромов сообщения с центральной землей нет здесь очень очень сложно найти работу то есть даже здесь вот у нас на острове уровень безработицы еще даже и выше я это знаю почему потому что я попала в категорию сейчас безработных я работу найти не могу как вы понимаете потому что уровень английского языка мне не позволяет использовать здесь то те дипломы которые я имею а идти куда-то убирать я вот как-то была не готова а сейчас вроде бы уже прижала так что и может быть даже и пошла бы но вот в моем возрасте никто меня брать не собирается и работу найти вот я вот после того как мой муж умер вот уже два года я работу найти не могу я сейчас стою состою вот на учете у них это значит как безработный получаю пособие минимальное по безработице я об этом вам тоже расскажу но это будет в следующих моих видео не сейчас а сейчас вот я вам продолжу вот эту вот удручающую статистику которую начала о том как живут в великобритании значит вот по последним данным за вот эту вот зиму значит умерла умерла в холодных от от переохлаждения в холодных помещениях умерла значит 25 тысяч пожилых британцев это вот за последнюю зиму то есть вот они значит делают из этого вывод что каждые 7 минут умирает один пожилой британец в англии и значит это сейчас даже имеет название называется топливная бедность вот есть у них значит продовольственная бедность когда люди приходят вот обедать в такие вот места как я вам показала церковь то есть люди доведены до такой степени что они приходят за бесплатным обедом можете себе представить вот есть еще и топливная вот эта бедность которая здесь также люди стараются экономить на всем а так как самое дорогое это отопление то зимой большинство стараются как могут это экономить на отоплении это тоже я вам много раз рассказывала но я не ожидала что это настолько вот глобальные вот такие вот катастрофические вещи что 20 тысяч человек в своих домах умерли от переохлаждения можете себе представить и вот вы знаете когда в 2016 году проводили референдум о выходе Великобритании из состава Европейского Союза как вы знаете что большинством голосов значит вот люди проголосовали за выход из ЕС а почему такое произошло вот я склонна думать к тому что люди все таки ощущают представляете что 30 лет понижается уровень жизни люди средние британцы они это ощущают на себе на своих семьях и они в общем то наверное так подумали что в связи с тем что экономика в Британии растет а уровень жизни у них падает то виноваты здесь вот внешние силы то есть Европейский Союз я не хочу никаких аналогий проводить но мне кажется вот они на лицо то есть вот вам пожалуйста оскал капитализма так называется да во всей красе жизнь при капитализме товарищи мы видим с вами и это то что в общем то случилось сейчас с нашей страной когда в 91 году развалили СССР и сейчас с каждым годом вы ощущаете я думаю что уровень жизни также у россиян падает и падает и падает ну а на этом товарищи я с вами прощаюсь дорогие друзья всего вам доброго пока пока